Продолжение следует... Родившийся в 1991 году на просторах могучих ДОСов. Игра представляет собой незамысловатую аркаду, где красный колобок кушает ягодки на зелёных полянках, толкает носом камешки. Обычная никчёмная казуалка каких тысячи... Да ладно, я шучу. На самом деле эта игра коварная подла, она сделана из зловещих ловушек и искренне игрока ненавидит. Всего по умолчанию игроку доступно 111 уровней, манящей выглядывающих из соответствующего окошка главного меню. Но пройти их нужно последовательно. Игроку выдано право пропустить три штуки. Если хочешь проскочить четвёртый, изволь осилить один из скипнутых. Уровни построены так, чтобы вызвать боль, ненависть и фрустрацию. Уже на первых левелах игра готова сделать пару-тройку подлянок, намекая на свою звериную сущность. А уровень так, десятый, из, напомню, 111, требует выполнить эдакую виртуальную эквилибристику, ломая пальцы клавиатуру. Главгерой Мёрфи – нахальный мелкий вирус, гуляющий по сети и тырящий информацию. Проникнув на борт очередной оси, ему предстоит проскользнуть по низкоуровневым протоколам, дабы добраться до крупиц и скомой информации, тех самых ягодок. Одолев системы безопасности, косую архитектуру системы, лабиринты и туннели, баги, без которых, конечно, никуда, и системы защиты, злобные ножницы. Разработчикам удалось создать чрезвычайно разнообразные уровни, каждый из которых предлагает сперва некую единую систему целей и понятий, которые надо освоить. Проще говоря, ввели элемент, построили вокруг него уровень, а потом парочку для закрепления. А затем разработчики начинают их комбинировать разными подлыми способами. Некоторые уровни получаются огроменными, причем требуется собрать на них каждую первую ягоду. И одна маааленькая ошибка может закупить минут 10 усердного геймплея. Иногда последствия неудачного действия становятся очевидны совсем уж постфактум. К примеру, вы с удивлением понимаете, что неуклюжий ход в начале привел к тому, что выход-то завален. А бывает уровни типа такого. Игра радует умильной атмосферой и брутальным саундтреком, который выкрутится до бесконечности, а потому в какой-то момент вы просто отключите музыку и запустите что-то свое. Если, конечно, отважитесь отправиться в странствию по просторам Супаплекса. В целом, проект вышел весьма няшно и, на мой взгляд, превосходящий предков по уровню интересности. Супаплекс – игра, которая минимумом средств реализует максимум возможностей. Что есть очень и очень круто.